Крупные агрокомплексы Чувашии должны выйти на круглогодичное производство овощей. Тепличные хозяйства выходят на новые технологии. Подробности в следующем материале. Если верить подсчетам Чувашстата, то за год каждый житель региона съедает более 100 килограммов овощей. Дефицитов сельхозпродукции торговые сети не испытывают. Только в этой агрофирме выращивают порядка 10 тысяч тонн томатов и огурцов. Налажены поставки за пределы республики. Наши овощи не только на рынке Чувашии. Рынок российский. Какую часть отправляете за пределы Чувашии? Да полностью почти. Несмотря на то, что нет свет культуры, у нас прибыльное предприятие. Более 20 гектаров тепличного комплекса теперь занимают и баклажаны. В агрофирме пока только изучают спрос на эту культуру. Но весь прошлогодний урожай реализован. Рынок российский вообще сейчас заполняется овощной продукцией. На огурец держится очень низкая цена, хотя урожайность баклажана и ниже, чем урожайность огурца или томата. Но при этом культура обладает высокой рентабельностью за счет именно высокой цены, которая мало меняется в течение всего года. Наступила активная пора сбора огурцов. Урожай неплохой. Солнечного света теплицы получают с избытком. Но далеко не все здесь зависит от климат-контроля и капельного полива. Грядки опыляют специальные породы шмелей, которых привозят из-за рубежа. В одной такой коробке более 200 насекомых. Чтобы не потерять рассаду из-за вредителей, в биоцеху агрофирмы разводят насекомых энтомофагов. По-другому их называют микроскопическими осами из-за размера. Она борется с тлями. Это постоянная работа ведется. Агрономы, обследователями. Каждую неделю смотрят, есть ли вредители. Чтобы нарастить объемы сбора овощей агрофирме, необходимы искусственные источники света. Теплицы планируют оборудовать тремя тысячами ламп. Энергию для которых будут генерировать мощные подстанции. Предприятию окажут господдержку, отметил Олег Николаев. Просим это включить в план субсидирования модернизации теплиц. Здесь у нас возможности есть. Здесь овощи поспевают даже ночью. Благодаря технологии светокультуры в тепличном комплексе Новочебоксарский с начала года собрали более двух тысяч тонн огурцов и томатов. И каждый день торговые сети отправляют сотню у таких коробок. Спелые овощи на тепличном кабинете собирают 24 часа в сутки. Потребность в тепличных овощах растет, но объемы производства необходимо увеличивать. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности главы региона. На российском рынке всегда рады экологически чистой продукции. Мы с одной стороны, понятно, тем самым обеспечим хорошей качественной продукцией наше население Чувашской республики. А с учетом того, что если эти производства выйдут на проектную мощность с точки зрения планов развития, мы обеспечим слихвой. Самое главное это то, что люди будут иметь постоянное рабочее место и хорошую заработную плату. В ближайшее время открытый в прошлом году тепличный комплекс должен выйти на полную мощность. В планах наладить поставки и зарубеж. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.